Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня Международный День защиты детей. С праздником всех поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Этот праздник, с которого начинаются летние школьные каникулы, ассоциируется не только с беззаботным веселым временем детства, но и той огромной ответственностью, которая лежит на нас, взрослых, за подрастающие поколения. Помню, что дети – наше главное достояние. Будущие республики и страны мы прикладываем все усилия для того, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться в комфортных условиях, раскрыть свои таланты, стать всесторонне развитой личностью. Нет никаких сомнений в том, что это смелое, одаренное и достойное поколение ждет большое будущее, а мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы их настоящее было безопасным и благополучным. Карачаева-Черкесия в числе 18 российских регионов выполнила годовые планы по лесовосстановлению, которое проводилось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов национального проекта «Экология». В Карачаеве-Черкесии вопросам экологии уделяется большое внимание. Охрана окружающей и природной среды остается одной из наиболее актуальных задач, сказал руководитель Республики Рашид Тимрезов. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов на землях» лесного фонда не первый год проводится большая работа по воспроизводству лесов и лесовосстановлению. Продолжается закупка лесопожарной техники, наращивание кадрового потенциала. Помимо этого стоит еще одна задача – сохранение лесов от браконьерской вырубки. В Карачаеве-Черкесии проходит массовое тестирование населения на ВИЧ и СПИД. Результаты показывают, что старшее поколение зря грешит на молодежь. А роли пенсионеров в распространении смертельной инфекции в репортаже Руслана Карпмазова ему тоже сделали тест. Тимофей сегодня хочет провериться. У него тестирование на ВИЧ и СПИД. Сейчас, в данный момент, да, я иголок конкретно боюсь. Нет, а результатов в анализах не боишься? Если будет ВИЧ, конечно, будет страшно. А ты вел такой образ жизни, чтобы не могло случиться? Нет. Каждый человек может прийти, сдать анонимно. Ни паспорт, ни паспортные данные, ни город, ни село. Нам ничего не нужно. Просто идет номер больного, которого он сам знает, с этим результатиком подходит, через определенное время забирает результат, который готов. И он знает, что, потому что, как вы сами сказали, молодежь бывает, что что-то сомневается, в чем-то ошибается. Всякое в жизни бывает. И он, не тяня, как говорится, время, не ждав помощи с улицы, сам пришел по адресу и сдал анализ. На тестирование пришел и Дмитрий. А если вдруг выяснится, что человек не наркоман, не ведет асоциальный образ жизни, но у него ВИЧ появился, вы будете избегать его общества? Нет. Точно? Если он нормальный, что бы его избегать? А критерии нормальности по-вашему какие? Ну, если он ничем таким не занимается, ни наркоман, ни асоциальный, что бы его избегать? И вы продолжите общаться? Ну да. Гнобить не будем? Нет. В Карачаво-Черкесии массовое тестирование на ВИЧ и СПИД проходит двумя методами. Стандартно – через венозную кровь, а новый метод – вроде теста на беременность. А эти тесты можно в аптеке купить или только у вас они есть? Нет, эти тесты в аптеках не продаются. Это лицензированные тесты. Это только к нам. Через фармрынок он идет в СПИД-центр. Но если человек все равно к вам приходит, тогда может быть сразу кровь сдать, а не экспресс-тестами? Нет. Есть люди, которые в чем-то сомневаются. Есть люди, когда мы очень большое количество людей делаем выездные рейды. Вот школьники в большом количестве, училища в большом количестве. Когда выездные рейды… Тогда лучше экспресс-тесты. Да. Делаем тесты. Раз уж тестирование массовое и народное, то и нам надо узнать, сколько полосочек покажет анализ. Вот тест-полоска. Вот сюда капается капелька крови. И вот они идут в наборе. И две капли вот этой готовой реактива. И вот здесь появляются полоски. Вот здесь и на низу. Одна полоска, две полоски. И там уже доктор решает… Как тест на беременность? Теоретически. 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 То есть незащищенный половой контакт. Весь возраст и покорный. Да. Абсолютно. Вы правы. Любовь, она в любом случае и в любом возрасте – это любовь. Прошло 15 минут и вот наш результат. Вот смотрите. Вот полосочка ваша, да, тест. И вот только одна полосочка вышла. То есть ПИДа нет, беременности нет? Да. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев. Вести. Карачаева. Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. При грозе будут порывы до 18. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 15-20. И в горах местами 9-14. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ночью и утром сильный дождь. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Ночью при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 14-16, а днем 18-20 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. На острове Кипр в городе Лимассол завершился чемпионат Европы по самбо. По итогам на высшей ступени пьедестала два борца из Карачаева, Черкесии. Аскерби Гербеков и Азнаур Попшов выступили в составе сборной России и завоевали золотые медали. Самбисты вернулись домой на границе Прикубанского района со Ставропольским краем. Спортсменов встретили с почестями Алла Качева подробнее о чемпионах. К чемпионату Европы по самбо во взрослом разряде Аскерби Гербеков подготовился основательно. Многочасовые тренировки бойцовских характер и желание достойно представить родную Карачаева-Черкесию на таком высоком уровне не прошли даром. В тяжелой схватке поборов спортсмена из Грузии в весовой категории 79 килограммов Аскерби вышел в финал, где ему предстояла борьба с самбистами из Болгарии. Не оставив ни одного шанса, наш спортсмен выиграл у соперника схватку досрочно и оказался на высшей ступени пьедестала. Этой медали не было в Карачаево-Черкесии 19 лет. И вот чемпионат Европы на Кипре Аскерби Гербеков завоевал ее и привез в родную Карачаево-Черкесию. На родине встретили 24-летнего чемпиона с почестями – хлебом, солью, чашей ирана. Спасибо большое, что вкладывали в меня столько лет, что вкладывали не зря, что получилось так. Я тоже очень рад, что я их смог обрадовать, всех тренеров. Скажите, пожалуйста, чтобы стать чемпионом, на какие качества нужно делать упор? Трудолюбие, наверное, трудиться, тренироваться, не пропускать. Ваша заветная мечта? Олимпийский чемпион. А тогда, почти два десятка лет назад, золотую медаль с чемпионата Европы привезли Мурат Агиров и Максим Брянов. Мы вместе с ним в Италии в составе сборной России выиграли чемпионат Европы. И вот этот долгий такой период Аскерби его нарушил. И дай бог, чтобы у нас в республике никогда не было таких длинных перерывов в чемпионстве. Поэтому это действительно очень радостное событие, знаковое событие для самбо в республике. Мастер спорта под дзюдо Аскерби Гербеков посещает спортзал около 15 лет. Горд сегодня и первый тренер чемпиона Амурат Салпагаров. Аскерби, допустим, самое главное качество, я вам скажу. Если других ребят нужно было подгонять, а я его, наоборот, придерживал во время тренировок, чтобы он не перегрузился. Вот именно вот это трудолюбие его, вот это оно и дает свои плоды результата. Показал лучший результат и Азнаур Папшоу в юношеском разряде. Там же на Кепре воспитанник Марата Абитова также завоевал золотую медаль по самбо. Он также тренируется и дзюдо. В финале боролся с грузинским борцом. Там очень красиво, мне очень понравилось. А скажи, пожалуйста, насколько был сильный твой соперник? Было достаточно трудно. Я схватку закончил счетом 2-0. Проборолся до конца схватки. Директор спортшколы Олимпик и тренер Аслан Бастанов поздравил чемпионов и всех жителей Карачева-Черкесии с такой яркой и долгожданной победой. У нас очень много талантливых, хороших ребят. На них большая надежда. И мы надеемся, что в будущем не один раз еще обрадуем нашу республику. Как вы заметили, уже развитие самбо поднимается заново. Оно у нас было раньше тоже. У нас были хорошие результаты. Но как бы это время отошло, сейчас обратно возвращается. Мы очень рады. Мы будем в дальнейшем так же трудиться, работать по мере возможностей и ждать хороших результатов. Чемпионы Аскерби Гербеков, Язнаур Папшу прославили свою малую родину. Карачева-Черкесию на европейском уровне. У них много планов на будущее. Победа этих ребят еще и большой стимул для начинающих спортсменов. Алла Качиева, Расул Бердеев, Листи Карачева, Черкесия, Прикубанский район. В Республиканской детской конно-спортивной школе прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Главными гостями на нем стали особенные дети. Дети из многодетных семей, воспитанники детско-юношеской школы по конному спорту. Организацию мероприятия взяла на себя «Единая Россия» при финансовой поддержке Джошер Бека Узденова, министра природных ресурсов и экологии республики. От имени Рашида Тимрезова руководство республики с праздником присутствующих поздравил спикер парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Иванов. Ребятам была организована концертная программа с зажигательными номерами. Детвора и их родители остались довольны праздником, благодарили организаторов и с удовольствием фотографировались в фотозонах, оформленных в сказочном формате. Как отметил депутат парламента Хасан Хубиев, который является создателем и на протяжении многих лет куратором детско-конной и спортивной школы, все, что делается в ней, с первого дня делается для детей. Занятия бесплатные для детей с ДЦП и аутизмом существуют группы с инструкторами. Республиканский детский дом для детей-сирот в честь Международного дня защиты детей посетили персонажи из мультфильма «Три кота и ребята» всероссийского конкурса. «Большая перемена». Подробности у Альбины Курочинова-Кенжевой. Республиканский центр дополнительного образования детей и школы номер 6 Черкеска решили устроить сюрприз воспитанникам детского дома в рамках акции «Добрая суббота». Они привезли детям фрукты и сладости, ну и, конечно же, позитивные эмоции. Участвуют в этой акции конкурсанты «Большой перемены». Сегодня приехали сюда ученики школы номер 6 городской, города Черкеска. Все они являются участниками «Большой перемены». Второй раз проводится этот конкурс в России. И вот дирекция «Большой перемены» и наша организация решили подарить детям такой праздник. Педагоги говорят, многие дети, которые находятся в детских домах, не могут раскрыться. Им необходимо проявить себя. В семье ребенок всегда может воплотить свои способности. А сиротам нужно помочь. И именно такие встречи и сюрпризы дают уверенность и отличный настрой в будущее. «Безумно любим этот день. Наши дети его ждут с радостью. Это всегда праздник, это всегда море сладостей, море позитива. И вот такой вот счастливый день для наших деток. Мира всем детям, каждому ребенку иметь любящих родителей, а нашим детям обрести любящую семью. Это самое главное». «Мы приехали сюда с целью дарить добро и радость детям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию». Коржик и Карамелька из мультфильма «Три кота» развлекали детей шутками, танцами и песнями. «Я желаю всем детям счастья, любви, здоровья, много-много радости, чтобы улыбались почаще. Нам понравился очень праздник, было очень весело. Нам показали новое что-то». Ребята пожелали, чтобы таких представлений и сюрпризов было в их жизни гораздо чаще и больше. «Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, было наполнено веселым детским смехом, сияющими глазками и улыбками. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев». Вести Карачаева-Черкесия, микрорайон Московский, Усть-Джигутинский район. Это «Все вести» прямо сейчас, продолжение фильма «По разным берегам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова